Дорогая церковь, рад приветствовать сегодня всех. Мы сегодня собрались на прекрасном служении, служении чистого четверга, чтобы вспомнить о наибольшей жертве, которая была в истории человечества. Наибольшей цене, которая была заплачена за людей. Это жертве Иисуса Христа, о Его пролитой крови. Я рад приветствовать, кто присоединился к этой онлайн-трансляции в наших своих домах, экранах своих телевизоров, компьютеров, смартфонов. Рад приветствовать всех, кто будет смотреть это служение в записи. Пусть Бог благословит каждого из нас. В конце этого служения мы будем принимать заповедь причастия. Верю, что мы могли подготовиться, приготовить сок, приготовить хлебец. Также у нас будет высветлена в конце служения на экране анкета исповеди. И мы сможем исповедоваться в наших грехах. Я верю, что сегодня через жертву Иисуса Христа Бог простит, Бог очистит и Бог благословит каждого из нас. Я хотел бы, чтобы мы могли открыть Слово Божье. Это 50-й псалом, мы прочитаем его полностью. Псалом 50. Написаны такие слова. Начальнику хора «Псалом Давида». Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии, «Поминуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину и сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее света, снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего Святого не отними от ними. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже. Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отвергни уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертву Ты не желаешь, я дал бы ее, и всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного, Ты не презришь, Боже. А благоденствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды. Все сожжения, возношения, все сожжения тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Итак, мы прочитали с вами 50-й псалом. Этот псалом, который вошел в историю как одно из наибольших покаяний. Это покаяние, которое вошло в историю. И знаете, мы видим из этой истории, как царь Давид, Божий муж, сделал грех в своей жизни. Он согрешил с одной из жен своих воинов, имел близость с ней. И когда пришло к нему обличение, мы видим о глубине покаяния Давида. И знаете, я хотел бы сегодня говорить на тему, проповедь моя сегодня называется «От греха подальше». «От греха подальше». Я хотел бы сегодня на примере покаяния Давида, чтобы мы могли с вами посмотреть три простых урока, каким образом каждому из нас быть от греха подальше. Знаете, благодаря жертве Иисуса Христа мы можем жить от греха подальше. Но бывают моменты, когда мы спотыкаемся, когда мы падаем, и нам нужно покаяние, нам нужно очищение, нам нужно освящение. Итак, три простых урока из этой истории мы посмотрим. Первый урок звучит так. «Умей принимать обличение». «Умей принимать обличение». Знаете, когда Давид согрешил, Бог послал к нему, этот псалом начинается со слов, что приходил к нему пророк Нафан. И Бог послал пророка Нафана к царю Давиду, чтобы Давид был обличаем. И знаете, цель пророка Нафана была не просто показать Давиду на его грех, но помочь ему выйти из этой ситуации, помочь ему решить эту ситуацию, помочь ему иметь глубокое покаяние. Знаете, одно из больших благословений в нашей жизни, которое Бог дает нам, это уметь принимать обличение. Уметь принимать обличение. Когда мы принимаем обличение, мы открываем двери своего сердца, чтобы Бог менял нас. Когда мы принимаем обличение, мы способны видеть, где нам нужно что-то изменить, где, с чем нам нужно еще работать в своей жизни. Знаете, когда в нашу жизнь есть люди, которые способны нам обличить нас по Слову Божьему, когда Дух Святой обличает внутрь нашего сердца, это огромное, огромное, огромное благословение. Знаете, откуда приходит способность принимать обличение? Притчи. Первая глава, 30-й, 33-й стих написано. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато они будут скушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невеж убьет их и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Знаете, в нашей жизни мы можем запутываться, мы можем делать какие-то неправильные вещи. Откуда берется вот эта вот способность принимать обличение? Библия говорит, когда в нашем сердце есть страх Божий, когда мы боимся Господа, когда мы благоговеем перед Ним, знаете, наше сердце будет открыто, чтобы принимать обличение. И через это будет приходить благословение в нашу жизнь. Знаете, я уже рассказывал эту историю, когда мы только пришли с моей женой, с нашей семьей в церковь спасения, мы попали в первую домашнюю группу, и лидером домашней группы у меня первым была сестра Вика, и тогда наставничество проходили индивидуально. Я помню, я ходил на домашнюю группу, мы с моей женой проходили наставничество, сестра Вика нас наставляла, она была прекрасным, хорошим наставником, сестра Вика, если смотришь, спасибо огромное. И, знаете, один раз я пришел на наставничество, сестра Вика провела с нами наставничество, потом она говорит, «Лена, ты там подожди в соседней комнате, я хочу с Юрой поговорить». Знаете, она посадила меня на кухню, я так приготовился, думаю, сейчас она вам скажет, какой я хороший наставляемый, как я хорошо за Богом иду, как меняюсь. И так, знаете, приготовился уже как бы выслушать комплименты. И вдруг она, говорит, так она как бы настраивалась, подбирала слова. Она говорит, я хочу тебе сказать, Юра, ты беспардонный человек. Знаете, меня как будто кипятком кто-то облил. Вдруг буквально все внутри меня возмутилось. И я не ожидал услышать обличение еще и как бы в такого русла, как бы в свой адрес. И знаете, какое-то время я имел какие-то такие переживания. Но знаете, сегодня, оглядываясь назад, я очень благодарен Богу за то, что сестра Вика как дьякона, она была смелая, и она говорила обличение в мою жизнь. Знаете, очень важно, когда говорят слова благословения, очень важно, когда говорят слова поддержки, но также важно, когда обличают по Слову Божьему. Это дает возможность увидеть, что я делаю неправильно. Это дает возможность измениться, работать над собою. Поэтому, братья и сестры, первый урок, который мы можем взять из этой истории – умей принимать обличение. Проанализируй свое сердце, проанализируй свою жизнь. Если тебе что-то хотят в чем-то к тебе подправить, подкорректировать, какая твоя реакция? Ты сразу взрываешься, ты убегаешь от этого, или ты готов выслушать? Да, это неприятно, да, это не всегда радует, но это огромное благословение для нашей жизни. Итак, первый урок – умей принимать обличение. Второй урок, который мы видим из этой истории, звучит так – умей признавать свой грех. Давид говорит, ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Знаете, Давид, когда он услышал обличение от пророка Нафана, он не начал перекладывать ответственность, он не начал избегать и как-то выкручиваться из этой ситуации. Он четко признал и сказал, да, это я согрешил, это мой грех, это мой неправильный проступок. Знаете, я хотел бы сказать такие, как наша плоть бывает, знаете, уловки нашей плоти, и как она, бывает, выкручивается, чтобы не признавать свой грех. Несколько таких методов она использует. Первое – это перекладывает ответственность. Помните, что сделал Адам, когда Адам и Ева согрешили в Эдемском саду, и Бог пришел и говорит, «Адам, где ты не ел ли ты от дерева познания добра и зла, от которого я запретил есть?» И Адам начал перекладывать ответственность. Говорит, это не я, это жена, которую ты мне дал, это змей искусил нас. И, знаете, Адам начал уходить от ответственности. У него не хватило смелости признать свой грех. Один из методов, который наша плоть использует, это перекладывать ответственность. Это не я виноват, это мои родные и близкие. Это не я виноват, это моя жена. Это не я виноват, это мои родители мне такое там оставили наследие и так далее и тому подобное. Второе, что бывает, использует наша плоть, это вообще отбрасывать вину. Знаете, это как поступил Каин, когда Бог пришел к Каину и говорит, «Каин, где твой брат Авель?» Когда случилось первое убийство на нашей земле, и Каин говорит, «Я вообще не знаю, разве я сторож брату?» Он просто откинул свою вину. Он вообще не просто даже переложил, а просто не признавал себя виноватым. Что еще? Какие уловки использует наша плоть, знаете, чтобы не признавать себя виноватым? Она, бывает, прикрывается за счет грехов других людей. Кто-то, например, может сказать, «О, мы ругаемся в себе, а те вообще разводятся. Ну, я хоть чуть-чуть жертвую, а я знаю того брата, он вообще там десятину не дает». И знаете, мы выискуем в других людях какие-то грехи большего масштаба и таким образом прикрываем какие-то свои неправильные поступки, свои грехи. Делаем все эти вещи, чтобы не признавать грех, который мы сделали. Так, скажем так, устроена наша плоть. Но знаете, что делал Давид? Первый шаг к покаянию – это признать себя виноватым. Мы читаем 1 Иоанна 1,9. Мы знаем это место Писания. Написано, «Если исповедуем грехи чьи? Наши». Библия говорит, «Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды». Знаете, легко исповедовать чьи-то грехи. О, я знаю, тот согрешил, там согрешили, та сестра согрешила, тот брат согрешил. Но знаете, покаяние приходит, когда мы исповедуем не грехи ни чьи-то, а грехи наши. Когда мы каемся и признаемся перед Богом в своих собственных грехах. Знаете, ко мне на наставничество в поместную церковь в последнее время приходил один молодой парень, 20 с чем-то лет ему, и такая непростая судьба, он сам переселенец, приезжий, и уже разрушилась семья, тяжело найти работу. И знаете, вот несколько раз он приходил на наставничество, и каждый раз он делился своими проблемами, он делился своими трудностями. И во всех его рассказах, во всех его жизненных проблемах был виноват один человек. Знаете, виноватым был не он, виноватым во всем был его отец. Он всю вину перекладывал на своего отца. Вот если бы, вот это в моей жизни не так, это отец виноват. Вот это в моей жизни не так, это отец виноват. И знаете, я ни разу не услышал о том, что в каких-то неправильных действиях в своей жизни виноват он. Во всем был виноват его отец. Знаете, в последний раз было наставничество, он не пришел, я встретил его на улице. И знаете, он опять же продолжил с той же риторикой. Во всех своих бедах он признавал виноватым не себя, он признавал виноватым своего отца. Знаете, это не даст ему возможность изменить свою жизнь. Пока мы не начнем с самого главного, если мы хотим покаяться в своих грехах, нам нужно признать виновным себя. Библия говорит, если исповедуем грехи наши. Знаете, я помню, когда я боролся с курением, будучи уже христианином, делал первые шаги за Богом, я курил, я четко понимал, это грех. Я четко понимал, что он разделяет меня с Богом. Знаете, моя молитва была простая. Я говорил перед Богом, Бог, да, я курю, это мой грех. Я называл это своими именами. И я просил у Бога, Бог, дай мне силы, я не могу сам избавиться от этого греха. Я это делаю, но я не хочу этого делать. И знаете, когда я был честный с Богом, я просил у Бога искреннее очищение, освобождение. Пришел момент, Бог дал мне свободу, и на протяжении уже 20 лет я свободен от этой зависимости. Поэтому второй урок, который мы можем взять из этой истории. Первый мы говорили, умей принимать обличение. Второй урок, он звучит так, умей признавать свой грех. И еще один последний урок мы посмотрим, и перед нами будет молитва. Третий урок звучит так, кайся с правильной целью, или умей каяться правильно, кайся с правильной целью. Знаете, когда человек просит прощения, ребенок просит прощения, или взрослый человек просит прощения, Это хорошо. Но знаете, просить прощения можно с разными целями. Кто-то просит прощения для того, чтобы, может быть, избежать наказания. Кто-то просит прощения, может быть, чтобы сохранить свое достоинство, сохранить свое лицо. Кто-то просит прощения, может быть, сохранить свою позицию, иметь какую-то выгоду. Можно просить прощения по разным целям, по разным мотивам. И вот знаете, предшественник Давида, царь Саул, первый царь Израиля, Он также совершил грех перед Богом, и к нему также приходил только не пророк Нафан, а приходил пророк Самуил, чтобы обличить Саула в его грехе. И вот знаете, какая была реакция Саула на грех, который он сделал? В 1 Царств 15 глава 30-31 стих написано, «И сказал Самуилу, когда Самуил обличал его, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Самуилом, и поклонился Саул Господу. Знаете, когда Саул не исполнил Божьего повеления, и Самуил пришел его обличать, Саул каялся, он говорит, я согрешил. Но знаете, он каялся с неправильной целью, он говорит, я согрешил, но что его интересовало больше всего? Он говорит, почти меня перед старейшинами, он хотел сохранить свое лицо, он хотел сохранить свое собственное достоинство, и это была неправильная цель. Знаете, когда мы читаем историю Давида, Давид также согрешил, пришел к нему пророк Нафан, он обличает его, но Давид уже кается совсем другой целью. Какая была цель покаяния у Давида? Мы читаем Псалом 50, 13 стих, он говорит, не отвергни меня от лица твоего, и Духа твоего Святого не отними от меня. Знаете, если Саул каялся, и для него главным было сохранить свое лицо, то Давид каялся, и для него главным было сохранить свою близость с Богом, его интересовало Божье лицо, его интересовали отношения с Богом, его интересовали отношения со Святым Духом, его интересовали исполнить волю Божью. И знаете, я хотел бы сказать для нас сегодня, знаете, что такое настоящее искупление? То, что сделал Иисус Христос, это готовность ради прощения, для того, чтобы простить нас, для того, чтобы искупить нас, Иисус Христос был готов потерять свое лицо, Библия говорит, что в вид его он был обезображен падче всякого человека. Знаете, братья и сестры, что такое настоящее покаяние? Это когда я готов на все, даже потерять свое лицо, для того, чтобы иметь лицо Божье, быть, иметь близость с Богом, исполнять Его волю, идти за Ним. Знаете, до тех пор, пока я буду каяться просто, чтобы меня не настигл ад, если я буду каяться просто, чтобы избежать наказания, если я буду каяться просто, чтобы, может быть, сохранить свое достоинство, в полной мере прощения и очищения мы, наверное, не получим. Знаете, если мы будем каяться с правильной целью, чтобы возвратиться пред Божье лицо, вернуться в отношения с Богом, вернуться в близость с Богом, в нашу жизнь придет настоящее очищение, в нашу жизнь придет настоящее перемены, настоящее благословение от Бога. Знаете, когда мы каемся с правильной целью, в нашу жизнь приходит и прощение, и изменение. Если можно, музыкант, пройти на сцену, я расскажу одну историю, которая произошла со мной, будучи около 20-21 года назад. Начало моего христианского пути, мы делали первые шаги за Богом, мы уже покаялись, мы уже ходили в церковь. И мой друг, он пригласил меня быть крестным его сыном. И вот мы пришли, я не помню, он только или родился, или это был годик ребенку, не помню. Знаете, что самое главное на день рождения ребенка? Как вы думаете, ребенок? Нет, самое главное это выпивка, спиртное. И вот собрались все неверующие, кумы, знакомые, им пришли мы с женой. И знаете, все сели за стол, начали там разливать, начали тосты. Я помню, сижу, и вот доходит очередь до нас. Я думаю, сейчас откажу, скажу, что я верующий, скажу, не надо, начнут какие-то вопросы задавать, начнут какие-то, я не знаю, какие-то, может быть, разговоры. Что я буду отвечать? И знаете, я так промалодушевствовал. Думаю, да ладно там, этих 50 капель. Я не помню, налили, кто-то сказал какой-то там тост за ребенка. Я взял эту рюмку, выпил ее. И знаете, прямо там, на день рождения, я почувствовал, как мои отношения с Богом пошатнулись. Как, знаете, Бог опечалился моим поступком. Как Бог, знаете, как, я не знаю, подобрать слово, как Его это в плохом смысле тронуло, этот мой проступок, это мое малодушество. Знаете, я помню, уже там, этот день рождения шло, и мне так было уже там некомфортно, неуютно. Мне хотелось быстро домой, быстрее уединиться, и помолиться, и как бы, ну, поговорить с Богом. Прошло какое-то время, это было в начале день рождения, этот мой проступок. Мы там побыли еще какое-то короткое время. Мы потом с моей женой ушли, мы пришли домой. Я, помню, закрылся в комнате, и я просто говорил с Богом. Я пришел к Нему вот такой, как есть, со своим грехом, со своим проступком. Мне было ужасно стыдно, мне было ужасно неловко. Я чувствовал, что как бы, я как бы предал Бога. Знаете, я просто говорил с Ним искренне, откровенно, от всего сердца. Я просил Господь, прости меня, очисти. Мне так хочется, чтобы Твоя близость вернулась в мою жизнь, чтобы Твой Дух опять наполнил меня, чтобы Твоя благодать опять пришла в мое сердце. Я не помню по времени. Может, это было 30 минут, 40 минут, я не помню уже. Знаете, я помню, как там я почувствовал, что я отделился от Бога, то там, в моей комнате, я почувствовал, как Бог прощает, принимает и благословляет меня. Знаете, когда мы по-настоящему каемся, одной капли крови Иисуса Христа достаточно, чтобы простить, очистить и осветить нас от всякого греха. Знаете, 1 Петра 2, 24 написаны такие слова. Он, грехи наши, сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Знаете, чтобы жить от греха подальше, нам нужно уметь принимать обличение. Чтобы жить от греха подальше, нам нужно уметь признавать свои собственные грехи. Чтобы жить от греха подальше, нам нужно каяться с правильной целью. Но, знаете, всего этого недостаточно. Знаете, что номер 1 нам нужно, чтобы жить от греха подальше? Этот стих начинается. Он, грехи наши, сам вознес телом своим на древо. Для того, чтобы нам покаяться, для того, чтобы нам очиститься, нам нужно прийти к Господу Иисусу Христу. Благодаря Его жертве, благодаря Его крови, каждый человек, если он искренне покаяться, с правильной целью, с правильным сердцем, признает свой грех. Он будет прощен, Он будет очищен, Он будет спасен. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Все начинается с Него. Он имеет власть прощать грехи, Он имеет власть менять нашу жизнь. Я хотел бы сегодня помолиться. В первую очередь, возможно, нас смотрят сегодня люди, вы смотрите это служение в первый раз, вы еще никогда не каялись перед Богом. А может быть, вы уже каялись, но отступили от Бога. Может быть, вы не в первый раз смотрите служение, но вы не принимали Иисуса Христа в свое сердце. Если вы честный человек, если вы готовы перед Иисусом Христом признать себя грешным, мы как люди, мы много согрешаем, если быть честными. Сегодня Иисус Христос в это служение чистого четверга хочет простить твои грехи. Может быть, ты думаешь, что ты так много нагрешил. Может быть, ты думаешь, что ты так много сделал, всякая неправда, тебе нет прощения. Знай, любви Иисуса Христа больше, чем твои грехи. Он сильно тебя простит, Он сильно изменит твою жизнь. Я хотел бы помолиться вместе с людьми. Если вы нуждаетесь в этой молитве, просто в знак вашей веры, там у своих экранов, телевизоров, положите вашу руку на сердце, и мы совершим молитву. Отец Небесный, я прихожу к тебе. Повторите слова этой молитвы вместе со мной. Я прихожу к тебе, такой, как я есть. Я каюсь в своих грехах. Прости меня, очисти меня, омой меня своей святой кровью. Я принимаю тебя, как моего Бога, как моего Спасителя, как моего Избавителя. Я благодарю тебя за то, что ты прощаешь и очищаешь. Спасибо тебе за то, что ты заплатил за мои грехи на кресте своей жизнью и своей кровью. Я молился и молилась во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я поздравляю вас, это одно из самых важных решений в вашей жизни. После этой молитвы вы оказались на раздорожье. У вас есть право вернуться обратно к старой греховной жизни и жить по-старому. А есть право начать новую жизнь с Иисусом Христом. Знаете, для того, чтобы идти за Богом, вам нужна церковь. Если вы захотите идти за Богом вместе с нами, мы будем очень рады вам служить, очень рады вам помогать, очень рады вместе познавать Иисуса Христа. Я хочу пригласить вас. В это воскресенье мы будем праздновать пасхальное служение. Будем праздновать воскресенье нашего Господа Иисуса Христа. У нас будет пять потоков. На 9, на 10, на 11, на 12 и на час дня. На любой из потоков. Приходите, пожалуйста. Мы будем рады вместе порадоваться воскресенью Господа Иисуса Христа. Перед нами будет также еще одна молитва. Мы будем сейчас иметь исповедь. Кто-то уже исповедовал сегодня в течение дня. Кто еще не сделал это, мы можем сделать это сейчас во время служения. И сейчас на экране блоками будет показана анкета исповеди. Я буду зачитывать ее. Мы можем запомнить то, в чем мы хотим покаяться. Или, может быть, отметить себе, где-то записать. И после этого, после того, как я зачитаю всю анкету, мы совершим молитву, чтобы Бог простил, очистил и осветил каждого из нас. Итак, я буду называть грехи, которых, если они есть в нашей жизни, мы можем покаяться сегодня перед Богом. Первый блок – это грех непослушания. Грех непослушания Богу. Грех непослушания мужу. Грех непослушания родителям. Грех непослушания духовным властям. Если есть это в вашей жизни, вы сможете это отметить и покаяться сегодня. Второй блок – это грех непрощения. Грех непрощения Бога. Грех непрощения себя. Грех непрощения родных. Грех непрощения друзей, знакомых. Третий блок – это грехи гордости. Мы можем покаяться, если у нас есть гордость, высокомерие, эгоизм, осуждение, грубость, бунт. Четвертый блок грехов – это грехи мамоны. Это удержание десятины, сребролюбие, воровство, жадность, неуплата долгов, страсть к накопительству, зависть. Дальше – грехи убийства. Убийство, аборт, ненависть. Грехи блуда. Блуд – это добрачные половые связи, пролюбодеяние, супружеская измена, похоть, порнография, соблазн, насилие, извращение. Зависимости. Какие в нашей жизни могут быть зависимости? Курение, наркотики, алкоголь, в том числе пиво и вино, азартные игры, компьютер, телевизор. Может быть зависимость от интернета, от телефона может быть зависимость, душевные узы, обжорство. Грехи страха – это мучения, кошмары, беспокойство, мысли о самоубийстве, страх смерти, нищеты, одиночества и так далее. Отверженности, фобии. Еще один блок – это грех уст. Это обман, злословие, осуждение, клятвы, проклинание других, лжесвидетельство, пустословие и смехотворство, ругательные слова, грубость, раздражение, сплетни, лесть, преувеличение. Грех оккультизма – это гадание, гороскопы, медитация, астрология, восточные религии, вызывание духов, экстрасенсы, всякие бабки-шептухи. Грехи ревности. Ревность, месть, ненависть, подозрение, соперничество, ссоры, раздоры, зависть. Дорогие братья и сестры, возможно, что-то, есть какие-то грехи из этого списка. Прямо сейчас, в этой простой молитве. Давайте мы придем к Иисусу Христу, который заплатил за эти все грехи ценой своей жизни, ценой своей крови. Давайте мы конкретно в своем сердце скажем перед Богом, Господь, я в этом согрешил, я в этом согрешил, я в этом согрешил. Давайте не будем перекладывать ответственность, давайте не будем прикрываться чьим-то большими грехами. Давайте по-настоящему признаемся, да, Господь, я в этом виноват. И давайте будем каяться с правильной целью, не просто для того, чтобы избежать наказания, не то, чтобы сохранить, может быть, свое достоинство, но самой главной целью, чтобы обновить свою близость с Богом, обновить свое взаимоотношение со Святым Духом, обновить свою жажду и ревность по Господу Иисусу Христу. Давайте мы вместе помолимся. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за то, что благодаря Твоей жертве у нас есть право исповедовать свои грехи. Ты сказал в своем слове, если мы будем исповедовать грехи наши, Ты, будучи верен и праведен, простишь и очистишь. Прямо сейчас. Давайте мы просто короткое время перед Богом, внутри своего сердца, назови те грехи, которые касаются Тебя, то, в чем Ты хочешь покаяться перед Ним. Господь Иисус, мы каемся перед Тобою, мы осознаем, да наши грехи, мы их сделали. Прости нас, очисти, освяти. Мы молимся и просим, Господь, приблизь нас к Себе. Дай нам, Господь Иисус, еще больше познавать Тебя. Дай нам еще больше наполняться с Тобою. Мы просим, пускай придет не просто прощение, пускай придет обновление, пускай придет благословение Твое. Ты сильный простить и очистить, и избавить нас от этих грехов. Мы благодарны Тебе за это. И мы благословляем Твое Святое Имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Перед нами также будет заповедь причастия. Мы можем взять, что мы приготовили, наш хлебец. Мы помолимся, благословим. И знаете, хотелось бы, принимая сегодня заповедь причастия, еще раз вспомнить того, кто написано, что Он грехи наши телом Своим вознес на древо. Благодаря кому мы можем быть прощены, искуплены, спасены, принимая заповедь причастия. Давайте мы еще раз и еще раз вспомним о жертве Иисуса Христа и поблагодарим Его за то, что Он сделал для нас. Господь Иисус, мы благословляем сегодня Твое Святое Имя. И мы просим, благослови этот хлеб, как тело Твое. Благослови также эту чашу, как кровь святую Твою. Мы хотим сегодня принять это причастие просто с благоговением, просто с благодарением за то, что Ты заплатил самую высокую цену, чтобы мы имели право на прощение, на очищение, на вечную жизнь, на близость с Тобою. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В заповеди причастия могут участвовать члены нашей церкви, члены других церквей. То ни на замечании, ни на исключении, кто в мире с Богом. Написано, взял, хлеб приломил, мы можем приломить и принять. Также написано и чашу, которая символ крови Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем Твое Святое Имя. Одной Твоей капли крови достаточно, чтобы простить, очистить, изменить, преобразить нашу жизнь. Прими, Господь, всю честь, всю славу и всю хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, так бы хотелось воздать славу нашему Богу. Давайте в наших экранах дома мы прославим нашего Господа Иисуса Христа. За Его жертву, за Его любовь, за Его милость. За то, что Он сильный прощать, очищать и спасать каждого из нас. Я хочу еще раз напомнить, что в это воскресенье у нас будет пять праздничных потоков. Мы будем вспоминать о воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Мы будем праздновать этот прекрасный, самый большой христианский праздник. И мы приглашаем всех на этот праздник. У нас будет пасхальная прекрасная постановка. Будет проповедь от нашего старшего епископа, слова благословения на Пасху. У нас будет молитва освящения хлебов. Приходите, дорогие, и мы вместе сможем порадоваться воскресенью нашего Господа Иисуса Христа. И наша заключительная молитва – молитва «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться имя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. «И не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава по віки. Амінь». С миром Божьим да благословит Господь всех нас!